Друзья, всем привет! Как слышно? Прием, прием! С вами Алексей. У нас сегодня немного необычный формат вебинара. Мы сейчас находимся в самом, так сказать, эпицентре. Позади меня находится тот самый туннель, в который заходят люди. Заходят в Мексики, а выходят на территорию США. Вот я вам сейчас его покажу. А я вам позже пройдусь, засниму все, что происходит. Вот этот заветный туннель. Я, кстати, сейчас нахожусь в Мексике, город Мехикали. Здесь несколько приграничных пунктов. Мы выбираем самый лучший. А вот на данный момент этот пункт является самым топовым по прохождению. Вот она, граница. КПП, забор. Секьюрити смотрит на меня. Наверное, думает, что за человек такой разложился с ноутбуком. Вот. Итак, ну что, начнем. Меня зовут Алексей. Кто не знает, еще раз познакомимся. Я работаю в компании, которая занимается помощью в получении американской визы, студенческой визы, туристической визы, а также убежищем. То есть основное наше направление – это помощь в эмиграции. Сейчас всем известно, что за ситуация. Многие люди мигрируют, в особенности с России, стран СНГ. И мы, наша компания помогает этим людям в этом процессе. Вот просто сейчас происходит что-то непонятное. Мужик бежит за полицейской машиной. Тут очень забавно. А позже вам расскажу вообще о происходящем. Вообще стоит ли брать сопровождение и так далее. Итак, продолжим. Мы занимаемся помощью в эмиграции. Наша компания отличается от других именно тем, что мы сами на своем опыте смотрим весь путь. То есть прокладываем все маршруты, которые вас ожидают, и мы проходим сами. В отличие от других компаний, которые пользуются просто чужой информацией, с интернета, основываясь на опыте других компаний, например, таких, как наши. Мы все смотрим, щупаем сами, своими руками. Поэтому Мексика – это тот вариант, который всегда рождает множество вопросов. Стоит ли ехать, безопасно ли это, как быть и как вообще здесь все происходит. И сейчас буду потихонечку отвечать на основные вопросы. Да, Мексика на данный момент – это самый основной вариант для подачи на убежище. То есть первый вариант – это получить туристическую визу, что не для всех подходит. Потому что многие, кто к нам обращается, они испортили свою визовую историю. У многих там по несколько отказов, многие вообще получили бан. И, соответственно, визу им уже никогда не одобрят. Для них остается только Мексика. Мы же можем, у кого неиспорченная визовая история, подготовить человека на визу. По визе вы можете въехать и подать на убежище. Либо можно через Мексику, соответственно. Мы занимаемся полной подготовкой кейса. Это основное, что здесь нужно. То есть без кейса вас просто не примут. Оставят в Мексике на долгий срок. То есть вы будете дожидаться суда на территории Мексики. А проживание здесь не очень комфортное, так сказать. То есть много бездомных, грязно на улицах и достаточно дорого. То есть отель в среднем стоит где-то около 1000 песо за сутки. То есть если вам, допустим, назначат срок ожидания там несколько месяцев, если у вас не будет кейса, а именно столько вы будете ждать без кейса, то считайте сами, сколько у вас уйдет на проживание. По поводу сопровождения. То есть спрашивают, популярный вопрос, нужно ли сопровождение. Можем ли мы самостоятельно доехать? Можете, да. Можете доехать самостоятельно, без проблем. Но это будет легко для тех, кто хотя бы делал несколько поездок, хотя бы две поездки за границу. В страны Шенгена, например, или куда-то. Потому что я сейчас сопровождаю девушку с Кыргызстана. Это одинокая мать-одиночка с ребенком. Она раньше никуда не выезжала. И я просто понял, это моя первая поездка в Мексику. И я понял, что человек вообще не ориентируется. И если бы я с ней не поехал, было бы все намного... Было бы все печально. То есть вряд ли бы она доехала, наверное, до Мексики. Нет, доехала бы, но она бы потратила много денег. Она нарвалась бы на каких-нибудь мошенников, которые просто бы ограбили ее. И когда человек не бывал за границей, ему сложно адаптироваться. Потому что здесь другая культура, другие порядки. И без знания языка, без умения пользоваться элементарно картами, приложениями, здесь будет очень сложно. Поэтому, если вы едете с семьей и хотите более-менее так спокойно акцентировать свое внимание на кейсе и не думать о маршруте, то вам, конечно же, нужно сопровождение. То есть сейчас я был в Мехико-Сити, сейчас я нахожусь в Мехикалии. И в этих маршрутах я знаю основные локации. То есть и когда мы с вами прилетим, допустим, из Москвы, нам уже будет известно сразу, где снять хороший недорогой отель, где сходить покушать. Если вам что-то нужно купить из, не знаю, одежды или каких-то элементарных средств гигиены, все эти локации есть, и вам будет намного проще с сопровождением, чем искать все это самому. Соответственно, то же самое с Мехикалией, с пунктом захода. То есть мы знаем, как заходить, что делать, потому что здесь есть одна дорога, я вам позже ее засниму, если эта дорога ведет в Калифорнию, здесь заходят люди, помимо тех, кто просит убежище, заходят просто люди, кто с визой, кто за гражданством США. Если же вы хотите подавать на убежище, здесь немножко другой порядок, другой офис, который называется офис бета. И важно попасть в него, потому что если вы просто подойдете к пограничнику и скажете, I need political asylum, Карлс рассказывал, что бывают такие случаи, что он берет вашу мексиканскую визу, ту бумажку, которую вам дают при прохождении, при въезде на территорию Мексики, просто ее разрывают и вас депортируют. То есть бывали такие случаи. Поэтому очень важно знать правила, порядки, как заходить и что делать. Так, теперь по вопросам.